Этот двор по проспекту Победы, 74 Г, местные жители окрестили пьяным двориком. Причиной тому стал киоск, расположенный прямо около дома. Жильцы рассказывают, что из-за того, что в ларьке продают спиртные напитки на разлив, во дворе постоянно происходят пьяные дебоши, а сама наливайка расположена в нескольких метрах от детской площадки и школы. Из-за того, что здесь продают спиртное, киоск находится возле школы и детской площадки. Постоянно пьяные господа сидят, ночью очень шумно и беспокоят по ночам. Сигареты поштучно продают даже школьникам. Там по лавочкам вся молодежь лежит. И прямо вечером рюмочки, эти стаканчики на разлив, пожалуйста, в долг, как вам хотите, школьникам, подросткам. В киоске с журналистами общаться отказались. Несмотря на то, что еще несколько минут назад там обслуживали покупателей, при виде камеры ларек резко закрыли. По словам местных жителей, они не раз обращались и в правоохранительные органы, и к чиновникам. Однако никаких результатов не добились. Ларек закрывали на несколько дней, но потом он снова возобновлял работу. Полицию вызывали. Соседи говорят, что был составлен акт. В течение пяти дней киоск заново открывается. А участковый? Участковый проходят сюда мимо. В правоохранительных органах пояснили. Обращение от граждан действительно поступало. У владельца наливайки лицензий на продажу пива, другого алкоголя или табачной продукции не нашли. А потому составили админпротокол. По обращению граждан, которые проживают по проспекту Победы, 74 Г, о том, что в киоске возле их дома продают спиртные напитки, на хозяина ларька был составлен протокол по статье 156 админкодекса. Вопрос о запрете на продажу алкоголя и табачных изделий вблизи школ, детских садов и детских площадок неоднократно обсуждался в Харькове. На сайте мэрии регулярно появляются петиции, где харьковчане просят разобраться с нелегальными наливайками. Но однозначного решения относительно таких киосков, где продавцы наливают всем желающим 100 граммов или продают сигареты от городских властей пока нет. Получить какое-либо разъяснение по борьбе с подобными мафами от главы Департамента предпринимательства и потребительского рынка Харьковского горсовета в течение дня новостям АТН тоже не удалось. В его приемной ссылаются на занятость директора и конкретных сроков. Дачи ответа по наливайкам без лицензии не называют. Продолжение следует...